При упоминании фамилии Букин вспоминается персонаж комедийного сериала, но этот Букин комических масок не примеряет. Его рабочее место не на сцене, а в милиции. В детстве Константин Владимирович хотел стать поваром или дальнобойщиком, но взял пример со старших братьев, направился в милицию. На вопрос, где было первое место работы, Константин Владимирович отвечает – в Караганде. Это не шутка. Там, в казахском городе, он и начинал свой милицейский путь. Сначала следователем, затем перешел в методисты. Так сказать, от практики к теории. За каждым делом, за каждой бумагой человек, судьба человеческая, как бы это громко не звучало, но это факт. Методист – это как учитель. Знания нужно не только накапливать, но и передавать более молодым сотрудникам. А для того, чтобы в собственном соку не вариться, полгода назад нашего героя отправили в командировку в Ингушетию. Знания методиста там пришлось применять на практике. Да и преступления того региона отличаются от остальных. Специфика связана с незаконным оборотом оружия. Так скажем. Оружие взрывчатых вещей, взрывчатых припасов. Командировка длиной шесть месяцев особенно долго тянулась для родных. Ведь это на работе. Константин Владимирович – работник милиции. А дома он настоящий кулинар. Когда приехал из командировки, конечно, все были. Ну, естественно, все были рады. Но больше всех, наверное, были рады дети, так сказать. Папа приехал, пирожки. И ни за что не догадаешься, что домашние кулинарные изыски – дело рук подполковника милиции. Произведение искусства. Залимное. Командировка в Ингушетию дала свои плоды не только в работе, но и в кулинарных талантах. Дома наш герой никому не позволяет притрагиваться к чайной церемонии. В этом доме чай он заваривает лично, по всем правилам и традициям. День милиции Константин Владимирович отметит в кругу семьи. Его жена работает юристом, а дочка учится на юридическом факультете. Так что праздник людей, которые стоят на страже порядка, в семье Букиных общий. Екатерина Игнатюк, Владислав Гапеев для программы Оперативный эфир.